МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сьогодні у Гомері проходять міжнародная навуковая конференция. Музыка души, областная филармонія першага кастрычніка, адкрыя новы сезон. Узвіжанне лето замыкая. Сьогодні православныя означаюць узвіжанне святога крыжа господняга. А зараз абгэтэмі іншым больш падрабязна. Нарада з работніками управління організаційно-кадровай роботы Аблвы Канкамаў і Мінська Гагарвы Канкама, уходзі якой былі разледжаны аспекты падрыхтовкі выборов дэпутатов мясовых саветав. 28-го склікання прайшла ў Беларускім Центрвы Баркамі. Така інформація размещана на сайці ЦВК. Бляжайшыя выборы у мясовые саветы дэпутатов павінны адбыцца ў Беларусі не пазній за 20-га лютага 2018-га года. Центральная выборчая комісія прапанавала правісті іх 18-га лютага. Канчатковае рашэнні адносна гэтага праймі президент. Павінен быць падпісаны адпавідны указ. Калі выбары будуть назначаны на 18-га лютага, выборчая кампанія пачнецца за 3 месіцы да гэтага, не пазній за 18-га листапада. Першы этап пасля аб'явлення выбараў утварэння тэритаріальніх комісій. Их ў Беларусі будзе 1 315. Потым для обласных саветаў і Мінска ствараюцца округовая і районная комісія. Пасля чаго пачынаецца вылучэння кандыдатаў ў дэпутаты. Вылучэння праводзіцца трэдыцынымі спосабамі. Ад палітычных парты, ад працоўных каліктываў і ад грамадзян шляхам збору подпісаў. Беларускія нафтавікі распачалі бурэнні свідравін на радовіщах нафты ва Украіні. Глыбэня першыя з їх складія маль 6 тысіч метраў. Усягой спеціалісты Беларуснафты прабураць 4 такія свідравіны. Контракт з найбуйнейшай украінской прыватной газоздобувной кампаніў нашы нафтавікі заключылі на украінско-беларускім экономічным форумі, які прайшоў ў канцы ліпеня ў Києве. Бурэнні свідравін на тэриторіў гэтай краіны адбывацў ў першыню гісторы і прадпрыемства. Дагэтага беларускія спеціалісты праводзілі работы пасейсморазвеццы ў технологіі 3D і апірацыі гідроразрыву пластаў Полтавскай в області. В перспективі бурэнні скважин глибіною до 7200. Забуду даже рекордна глибіна для Республіки Беларусь на сьогоднішній день. Мы за два місяці фактически перевізли установку, смонтіровали ту установку і смогли забуріць скважину. Установка собрана со всіми требуваннями необхідимыми по качіству указуваных услуг. І це було отмечено на пусковой конференції. І заказчик со своўстраны как бы отметил доволі слажену нашу роботу. Рынок України – другі па значності для беларуснафты пасля російськаха. А халуныя конкурентныя піровагі беларусаў, сучасныя технологія, абсталявання і кваліфікованый персанал. Сьогодні у Гомілі распачала роботу міжнародная навуковая конференція, прысвечанная 30-ю годзю інстутта радіобіологі. Учонаясь Беларусі, Расія, Україны, Казахстана і Японія обмерковуюць пытаўні пражывання чалавека ва умовах радіоційного забруджування. С перспіктывамі долготерменовоў реабілітація па царпелых тарриториў ознаўіўся Олех Сінцерову. Інстут радіобіологі був створан пасля аварий на Чарномбаскій атомный станцій. У 2003-м перавідзіна ў Гоміл. Його супрасовнікі не проста займаюцца пытаўнями реабілітація па царпелых тарриториў, а ле распрасуваюць конкретні рекомендації. Повышэння устойливація організму с допамогой природных препаратов, Раскрытие механизмов патологии, шитоподобной залозы и сердечно-сосудистой системы, применение женщинами, которые проживают на потерпелых территориях, медицинских препаратов по части жарности – это только некоторые темы, причем только Гомельской области, доследований науковцев не обмежевываются. Государственная программа по атомной энергетике Республики Беларусь в свете строительства беларусской атомной электростанции тоже диктует необходимость разработки новых и защитных мер и прогнозирования возможных каких-то негативных последствий этого. И, в общем-то, проблема остается актуальной не только у нас, но и во всем мире. Новоконцы кажут, что одна из главных и одночасово самых тяжких задач – научить населенство жить в умовах радиационного заборудования. На эту тему выдадены десятки методичных распросовок. Разом с ним выконывают их не все, что особенно важно этой осенью. Великий врачай грибов примусил значную частку людей позабыть об небеспице. Бадай самый небеспечный продукт – грибы, и она не запрашивает радиацию на односно чистых территориях. Стронцы, которые терпляют организм с грибами, практически николи не выводятся, что в свою чергу может створить значную проблему со здоровьем. Пытанием у стольного развития потерпелых территорий подчас конференции особливая увага. Актуальность этой темы набыла зуликом ведом, отременных после аварии на Чарнобыльской атомной станции и на Фукусиме, причем выкористоваться ответный опыт будет не только у Беларуси. Проведение специальных тренировок, которые включают именно взаимодействие с населением, чтобы это были и детские сады, и инвалиды, и другие. Вопросы эвакуации, вопросы понимания ситуации. То, что в суд необходимо, должны быть современные знания, которые мы получили на опыт Чарнобыля и Фукусимы, должны быть включены в этот регулирующий документ Международной комиссии по радиационной защите. Отриманный опыт от инших краин у Беларуси николи не утоивали. У речи темы актуальны для шматыких краин, а размовы идя об здоровье и житии людей. Уже больше 20 годов Институт радиобиологии, супросовничая с японской корпорацией ЕМ, починались темы на запашивание цезия у сельскохозпадаршей продукции. Зараз вышли на новый узровень суместных доследований. Опираясь на эти исследования белорусских ученых, сейчас в регионе Фукусима расширяется использование эффективных микроорганизмов, и они используются не только для того, чтобы снизить переход цезия в растения, но это также повышает урожайность и качество урожая собранного. Международная конференция у Гомеля будет працавать три дни. За этот час науколцы с Беларуси, России, Украины, Казахстана и Японии обмеркуют быдай усе наибольшие актуальные проблемы радиобиологии 21-го года. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». Гомельская областная филармония рыхтуется до открытия нового концертного сезона. До его початку застаются личные дни. Подея отбудется у Международный день музыки первого костричника. Первый концерт 51-го по лику сезону распочнется у Гомельским областным громадско-культурным центры о 17-й године. На сцену выйдут артысты филармонии, а так само солисты арт-проекта «Тэнеры» 21-го стаходца. Музычные композиции Яны будут выконовать под аккомпанемент эстрадно-симфоничного оркестра имя Юрыя Василевского. Слухачам представить программу под названием «Нема песни без тебя» и на створа на улевших традициях советской эстрады. Это мелодии композитора Арно Бабаджаняна на верши Рождественского, Вознесенского, Ютушенки и инших ведомых поэтов. Творческие коллективы Гомельской областной филармонии готовы удивлять в 51-м концертном сезоне. Каждый коллектив подготовил свой индивидуальный проект, а у нас их более 10. Все концерты запланированы и уже оформлены билеты и выставлены в продажу. Планируя с сентября месяца можно приобрести билеты уже даже на май 2018 года. До речи, на все проекты нового сезона будет денежить система абонементов. Это снизить кошт билетов и сделать мастерство больше доступным для ЖХР региона. На варце спокою и безопасности в Гомеле в эти дни проходит огляд конкурс прав мастерства супрационников Департамента Аховы. Строльба, физическая и боевая подрыхтовка, затримание порушальников, мастерство ваджения автомобиля и споборництвы кинологов. Конкурсная программа насыщенная. За перемогу змагаются команды территориальных органов Департамента Аховы, а так само гости из России. Вогуле 9 коллективов. Три годы огляды конкурсе перемагают супрационники Брестского управления. На своей территории гамельчане быть статистами не сбираются. Есть хорошие амбиции и планируем занять достойное место. Думаю, в призах будем, но первыми всегда хочется быть. На конкурсе мы постараемся продемонстрировать нашим гражданам, нашим гостям наше умение, нашу доблесть, нашу выучку, профессионализм, который ежедневно мы проявляем на постах и маршрутах патрулирования в каждой точке нашей страны. Змагаться удельникам есть за что. Головный приз – службовый автомобиль. Сёня православная царква, означая узвижение подчесного и животворного крыжа Господнего. Такая полная назва свята, якое, звычайно, коротко называют узвижением. Это одно из великих 20-х непероходных святов православной царквы. Его установление связано с падеями 4-го 100-го, где кали святы ровно апостольный Константин Великий зарабил гнаной рымскими императорами християнства державной религии. Не в забаве после этого мать Константина царыца Алена отправилась в Иерусалим с метой сдобыть наивеликшую святыню християн – крыж, на яким покутывал и помер Усявышний. Таким чином была знайдзена пять шора хроба Господняха и неподалеку от яя три крыжи. Крыж Иисуса Христа был вызначен и тогда, кали хворая женщина, на якую их по чарзе ускладали, отримала вылечения. С тых часов и говорить, кали на узвяженне зверой помолиться ля крыжа, то йон и мёртвага падымя. По царковным статуте у гэты день устанавливается однадзённый пост. У народзе свята супадала с часом повороту на зиму. У гэты день таксама было принято запрашать у дом священников, які читали ахоуные молитвы для дома и будущего ураджаю. Гэты, а таксама іншые новины, вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.bivay Далей у эфиры «Спортивный огляд». З новинами спорту вас познайомить мой коллега Михаил Садовский. Субтитры создавал DimaTorzok